итак привет всем друзья сейчас у нас будет распаковочка дешевенького аппаратика специально для школьника как вы видите мне понравилось что он не толстый также он легкий сразу скажу на ощупь наградка сказать на ощупь грамм 130 140 не больше экран 2 и 4 разрешением 320 на 240 фонарик банка полтора ампера хреновенькая но камера facebook большая клавиатура беспроводное радио тубишь наушники втыкать не надо играет и так громкий динамик память 32 плюс 32 и поддержка карты памяти до 32 гигов bluetooth usb порт наушники ну как то так короче это у нас модель китаезовского производства продающийся под маркой айтел айти 4510 в общем то чем у меня подкупил еще раз повторю это то что он не толстый при этом выглядит существенно на выглядит как не убивашка хотя на самом деле конечно она воды боится и падение думаю в хлам разлетится но выглядит прикольно сзади покрытие аля карбон я думаю вы видите такое подкупающее хотя на ощупь она не особо то выпукла если приглядеться окажется таким объемным 3d рисуночком вот та самая заявленная камера вот тут самый большой динамик справа ничего слева ничего снизу порт micro usb порт для наушников три с половиной стерео 4 пин сверху фонарик ну и самое интересное это клавиатура довольно такими крупными буквами отдельные кнопки позвонить положить трубку навигация по менюшке четырех позиционный джойстик хотя нарисована как бы стрелочки только вверх и вниз ну и функциональные клавиши с которым соответствующие надписи под экраном будут то есть что они обозначают эти кнопки будет всегда написано в нижней части экрана также есть быстрый перевод в вибро режим это я так понимаю режим аккумулятора раз здесь нарисован аккумулятор а может быстро как сказать быстрый переход в экономный режим не знаю что то из этого блокировка как у данным давно у nokia была функциональная клавиша и звездочка кстати прикольный звук то есть это реальное объемное рельефное покрытие ну и кстати выпуклость чтобы это покрытие не обдиралась в наличии здесь и здесь ну в общем все вскрываем сразу замечу аппарат легко разборный у него есть доступ к батарейке и ее можно менять батарейка вроде бы стандартная кстати ради интереса еще посмотрю другие у меня подобные есть войдут они сюда или нет сразу замечу в связном идет акция какая-то там раньше она была бесплатно сейчас 50 рублей и дают две симки на которых по три старая на балансе уже изначально видимо рекламный акция операторов вставляем карту памяти без которой он отказался снимать камеры с разрешением больше чем 0.03 про аккумулятор один который у меня где-то давно я конечно не нашел но у меня есть от вот такого смартфончика с клавиатурой на базе кастрированного android аккумулятор он реально тяжелее чем этот кажется и он сюда не поверите входит и если последующая крышка застегнется это будет очки от вас не крышка после этого не застегнется но значит то что он больше нам никакого прироста не дает потому что в эту модель он не лег а так вообще папа да по посадке сходятся поэтому случись что если совсем напряг подобрать я думаю можно будет потому что от этого например от но би он подошел ну и также замечу у меня еще таких где-то несколько валяется просто я пока не помню где если сыну это будет надо я думаю мы с ним найдем и это все дело проверим короче установил карту на 32 гигабайта довольно таки быстрый транс флэш по моему transcend точнее premium 300 что-то там короче скорость хорошая должна быть карта достойная вот все закрываем включаем и пока будем включать замечу одну вещь во первых он очень громкий готовьтесь эту кнопку нажал вообще ладно неважно второе видите да железяка как у многих звонилок то есть прием должен быть достойный потому что я думаю вы слышали эту громкость это жесть конечно но и тем временем пока он включился в комплект к этому недорогому аппаратику вот от меня остатки положили от sim-карт моих все фигня так блок питания ничего не вижу придется все таки вскрыть хотя не хотелось вообще мало ли кому-то интересно одной блок питания 5 вольт 350 миллиампер жесть то есть заряжаться по их мнению он должен вечность но на самом деле это все легко меняется берется любой другой блок если телефон например умеет брать больше чем 0 35 ампера он будет брать больше чем 0 35 ампера комплекте вот такие вот наклеечки ого прикольно то есть не влезать внутрь если аппарат сломался они вам дают годовую гарантию на замену аппарата и есть руководство пользователя некая вот риски гайка в котором есть даже инструкция как пользоваться этим аппаратом где искать какие данные правила эксплуатации гарантийное обслуживание даже утилизация обозначена здесь ну что ухты гарантийные обязательства все такое ну короче дополнение скажем так одна бумажка является чем-то а вторая является дополнением к этому чему-то ну во первых что я в нем обнаружил то что в нем есть facebook как я уже читал но этим дело не остановилась во первых громкость во вторых у него есть режим энергосбережения и вот такой вот непонятный перевод вспышка предупреждений что это можно включить и выключить что это обозначать будет я не знаю может быть он будет мигать вспышкой какой-нибудь вот этой что ли говоря о том что ему звонят но этому все узнаем позже но это очень-то не важно поэтому фига с ним вот что меня убило у него есть gprs так называемый с большими настройками большого интернета то есть по стоимости него пока как раньше было и по скоростям него по скоростям нормального интернета он может лазать в интернет видите да . доступа мегафоновская большая этот аппарат настраивается дистанционно мне сразу пришла смс к что скоро к вам поступят настройки мы вас настроим потом хлыть все настроилось в экране можно менять только контраст яркость не меняется но можно менять время сколько будет гореть подсветка после того как вы взаимодействовали с аппаратом можно включать и выключать подсветку клавиш даже есть ночной режим автоблокировка клавиатуры через заданное время например можно вот так поставить блокировка кнопкой питания включается выключается есть режим в самолете режим энергосбережения после которого пропадает подсветка клавиш даже в минимум пункт становится сереньким неактивным но и также есть сброс настроек что меня вот и поразило в этом аппарате еще дополнительно настройки вызов переадресация ожидание вызова блокировка звонков другие надо как-то ближе что ли поднести так автозапись вызовов есть также черный список что тоже многим немало многие хотят в этой звонил очки это все есть напоминаю если я забыл сказать то говорю если говорил то напоминаю аппарат стоил 1290 и 50 рублей я вот за эту хоферу с двумя сим-картами заплатил кому-то закончится я потом посмотрю вот пожалуйста есть браузер сразу спрашивает через что мы полезем интернет и лезет в интернет сбой соединения опции настройки а я же отключил тут кстати прикольно тут интернет можно заранее отключать в настройках здесь сотовая связь сервис gprs окей окей я сказал назад назад поехали но мы ехать будем нет вот интересно кстати тут же 3g 4g что-нибудь вообще есть недавно я конечно gprs не пользовался может быть вот так надо о загружается однако пошел опции если так закрыть окей заново а теперь попробуем через билайн я не понимаю на самом деле как этот аппарат работает но одно то что у него уже есть хоть какой-то интернет говорит о том что 1000 рублей аппарат всяко должен стоить его пошел пошел процесс это он через 2g получается грузит поэтому загружает урезанную кастрированную версию и нам ее будет сейчас отображать но пожалуйста интересно как перейти на какой-то сайт открыть веб-адрес очистить например мой сайт попробуем открыть а т ю а к где у нас р р у ок ошибка сервера нет значит все таки он открывает какие-то кастрированные вебовские свой вебовские сайты но неважно пусть с этим ребенок разбирается это я ему купил развлекушку наличие у нас приложение фонарик вот можно включить можно выключить календарик нормальный такой хороший календарик которым можно я думаю надо переходить к определенной дате а ну и принципе нет отдельно само число по неделям отдельно отображать не умеет научим пофиг калькулятор смарт-передача декларации об использовании или как-то так круто смарт-передача отча значит понятно все хитро так тут мы были тут у нас часики то бишь будильники и мировое время тут у нас развлечения фейсбук ну допустим через билайн а видите да мобильная версия нужна то есть м фейсбук теле теле троллевали ладно не интересно денджер да что с игры все таки есть геймлофт то есть игры все таки есть вот это плохо нельзя за деньги тетрис за деньги а удалить его было бы лучше ну да ладно пусть развлекается ребенок хоть иногда мультимедиа запись видео вот так вот у нас видит камера в этом аппарате я думаю относительно неплохо сейчас посмотрим что у нас настройках имеется разрешение я максимум 240 на 320 качество частота музыка формат файла 3gp хранилище карта памяти автовыха через 60 секунд ну короче банальная камера ничего суперского из себя не представляет в случае что ребенок по крайней мере что-то сможет заснять пока он не со смартфоном а в школе в школе со смартфоном я честно говоря не рекомендую ходить этим потому что не учится половина из них половина до воспринимает адекватно половина нет тут же есть музычка если бы она была на карте он бы ее наверное увидел а если она я не знаю карту я взял на шару первую попавшуюся а звук где у нас можно сделать рингтоном все дела подключить bluetooth устройство передавать на него эквалайзер есть прикольно короче звук прикольный мне нравится на особо учитывая что он 1000 стоит так видео а ну нафиг вдруг вдруг сейчас конфигня вскрывает нехорошие по крайней мере он их взял так диктофон и сейчас мы таким образом проверим микрофон после я сделал глупость я его не проверил вроде всех обучаю да сам накосячил сейчас проверим как работает микрофон в данном аппарате раз два три 4 5 говорю тихонько я опять говорю я на расстоянии где-то ну короче для разговора будет нормально расстояние метра я думаю будет слышно уже плохо но для разговоров достаточно и хорошо формат файла можно менять а можно мр сделать понятно я думаю наверняка как всех во всех звонилках формат выбранный здесь является форматом записи разговоров по телефону по умолчанию но это я так думаю я не проверял и документы а по-русски говорят файл менеджер таким образом мы попадаем сразу файловую систему аппарат и можем смотреть картинки фотки и так далее что у нас на этом на этой карте памяти было можно даже установить как обои и значок контакта так вообще здорово тут каждому человеку можно фотки значит прибабахать классный аппарат за 1300 рублей видите да разрешение 3200 на 2400 он эту фотку переживал все нормально отобразил а листать не может может и листать может прикольно и разрешение хватает заметить то есть при таком маленьком экране и прикольно отображает даже личики видны правда не очень но видны ну что клёво могу сказать ну-ка книги не поддерживается не поддерживается не поддерживается stalker stalker нет не поддерживаются сложные форматы а текст тоже не поддерживается но тогда я не знаю какого формата должна быть книжка чтобы она поддерживал как увидите все форматы что у меня есть он не взял но с книжками у него конечно же сложно pdf тоже нет ну короче ничего не поддерживается непонятно зачем тогда это все но может быть он и не подразумевает что он будет текст читать так история вызова входящие исходящие статистика звонков есть отдельно по сим-картам так это у нас сообщение у меня уже их 16 буду сейчас изучать что мне там присылали мегафон с билайном бесплатные симки и книжка с контактами все что есть на сим карте плюс отдельная память телефона кстати заметьте избранные как на андроиде вот извините за выражение чем-то я чувствую что тут все-таки это на базе андроида все и если так то у меня сашка будет радоваться он этот аппарат прокачает он уже башковитый в этом плане ну и доказываю что радио у нас работает без наушников так что вопросов стоп а записи нет а записи нет записать пожалуйста ну-ка записать то есть можно даже с радио записывать ну там где прием правда хороший и это заметьте еще не максимальная громкость громче я делать уже не буду потому что можно будет наверное оглохнуть профили как всегда на улице внутри совещания без звука общий выбираются и настраиваются у меня сейчас кстати на улице режим настроен при этом я сам в нем ковырялся как сейчас помню можно настроить звуки на одну симку на вторую симку там и так далее можно менять громкость отдельно всего кроме кнопок по моему да а вот стоп сигнал других оповещений вот звук нажатия клавиши без звука задолбал вот и все короче мое мнение что за 1000 рублей а офигенный аппарат бывает ли лучше ну может быть и бывает видел ли я лично лучше я думаю не видел потому что за 1300 на мой взгляд тут очень много всего и заметьте в плеере что-то воспроизводилось то есть плеер остался тут быстрый вызов вверх камера вниз это заметки какие-то сообщения влево влево это доступ к плееру и сразу виджет включается а ну в данном случае лево и право это уже управление чисто музыкой ну что по моему очень даже здорово особо с учетом того что у меня сейчас на минимальных настройках ой на минимальном заряде столько времени работает он уже ругался что неплохо бы переключить но работает это мы смотрим фоточку по блютуз ее передать сразу предлагает фото это просмотр видимо галерея типа я думаю так он сразу знакомится со всеми фотками на карте памяти сейчас наверно отобразит все разом я думаю так нормально фото говорит слишком до хрена ли он я их отображать отказываюсь то есть чтобы он нормально начал работать придется чистить карту ну а порадую сашу значит что чтобы это все работало хорошо ему придется сначала вычистить память в телефоне обидосно однако так где у нас там файл менеджер то был нет не тут а я забыл позор я забыл нашел мультимедиа документы нет это не сюда а здесь там где фотки сохраняет а вот можно рассмотреть что таки я тут сфоткал сведения 960 на 1280 но разрешение я бы так сказал не супер не увеличивает никак опа что это было а это следующая фотка да не знаю я как увеличить это дело вот увеличивать фоточки конечно не умеет короче видео вышло конечно нудным но аппарат мне нравится честно скажу ну и также мне понравилось то что у меня мегафон это единственный оператор которого у меня еще не было последние лет пять поэтому я с радостью отсюда конфискую симку мегафона и начинаю его тестить beeline тоже за компанию с коммунизу карту памяти тоже с коммунизу пусть ребенок разбирается сам поскольку я думаю ему этот аппаратик зайдет учитывая что в школу я ему давал аппарат у которого не был игр теперь у него одна игра есть аппарат который у него сейчас носится он уже просил по громкости динамика и аппарат явно тяжелее больше толще и так далее поэтому этот я думаю ему должен понравиться все всем спасибо кто смотрел это видео это было видосик от латухи об аппарате ITEL IT4510 это было не просто распаковка а полное изучение всего чего в нем есть и высказывание моего мнения по поводу данной дешевой звонилочки за 1290 рублей из связного всем спасибо всем пока латуха продолжает работать